На повестке дня несколько вопросов. Началась сессия с отчета председателя Брестского городского совета депутатов о деятельности совета за 2017-й. В минувшем году народные избранники сработали плодотворно и эффективно. Совместно с органами власти депутаты решали вопросы занятости населения, безопасной среды обитания, принимали активное участие в мероприятиях по подготовке к миллениуму, работали с обращениями граждан, с ветеранами и молодежью. Удалось создать молодежный парламент при городском совете депутатов. Мы его определили в плане направления работы, организовали школу депутатов, где и депутаты следующего созыва 28-го могут, кто первый раз у нас баллотируется, получить какую-то базу, скажем, теоретическую, как работать. И кроме этого, значит, в этой школе будут учиться и депутаты молодежного парламента. Красной нитью через итоговую сессию прошел вопрос об установлении отчета об исполнении городского бюджета в 2017-м. В минувшем году решались самые разные задачи. Одна из главных – содействие социально-экономическому развитию города. Из четырех ключевых показателей в городе выполнено три. Не выполнены только прямые иностранные инвестиции в, скажем, денежном выражении. И из шести доведенных прогнозных показателей выполнено пять. Мы планировали, что будет выполнено шесть, но выполнили пять. По созданию микро и малых предприятий мы, к сожалению, не дотянули. При плане 385 у нас получилось, мы их просчитали, 321. Остальные показатели все выполнены. 32-я заключительная сессия завершилась. Вместе с ней была перевернута еще одна страница в истории Брестского городского совета депутатов. Сделано немало, но важно, чтобы все начинания и успехи были продолжены новым составом депутатского корпуса. Мы сработали на уровне и даже лучше 2015 года. Активно депутаты работали и со средствами массовой информации, и телевидения, и прямые линии, приемы граждан, отчеты. Все полученные результаты нас удовлетворяют. Я думаю, что будет преемственность в нашей работе в том плане, что мы передадим следующему депутатскому созыву те наработки, которые у нас есть, те направления работы, где надо уделить особое внимание, чтобы была преемственность в работе, и мы могли дальше развиваться и, скажем так, активно помогать горысполкому в решении всех проблем социально-экономического развития города. Виктория Сащенко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.